Здравствуйте, уважаемые зрители! Перед началом просмотра самого видеоинтервью, мне важно вам наперед пояснить, особенно для новых зрителей, вот что. Пусть вас не шокирует, не смущает и не злит это услышанное вами. Не сочтите это за ложь и за глупость, несмотря на то, что информация от моей гости может показаться вам немыслимой, неправдой, на основании того, что в это сложно или просто невозможно поверить. Поясню. За последние два года работы с этими изделиями, с натриевы боросиликатными микросферами я лично получил сотни, если не тысячи отзывов, как текстом, письменно, так и видео отзывы от людей, которые их у нас приобрели, использовали, и которые получили поразительные положительные изменения со здоровьем, о которых многие и не мечтали. Это факт. У меня на канале есть уже более 15 видео об этом. Я ссылку на раздел плейлист с этими видео оставлю вам прямо под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Посмотрите позже обязательно. И потому я могу сказать уверенно, что это истинно. Просто вот как оно есть. Но скажу и то, что не все люди получают вот такие поразительные положительные изменения со здоровьем. Некоторые их не получают или не ощущают эти изменения. Примерно 40-50% людей, но 50-60% людей их видят. А порой приходят письма и видео отзывы такой силы и такие немыслимые, что и самому поверить в это сложно. Но поскольку мы не подонки и сами не пишем эти письма себе, как некоторые бесчестные люди, привыкшие видеть вокруг себя, таких же могут подумать и напишут. Так вот, такого мы не пишем для обмана зрителей и читателей. И людей не подкупаем делать эти видео отзывы, они это делают по зову своего сердца. То это все истинная правда. Если же вы хотите понять, как чисто теоретически работают эти микросферы, а некоторые, только некоторые механизмы воздействия действительно известны, еще с 70-х годов прошлого века, то после интервью, в самом конце, мы поставим вам эту информацию вот в этом видео. Вы все это услышите. Ну а нетерпеливым и невнимательным людям скажу теперь сейчас заранее, что приобрести эти изделия, кто захочет, вы сможете, пройдя по ссылке, прямо под этим видео, будет ссылка, как приобрести эти изделия из микросфер и посмотреть все видео про изделия из микросфер. Ну а теперь, приятного вам просмотра. Перешлите потом ссылку на это видео своим друзьям, близким, товарищам. Возможно, вы сможете им очень хорошо помочь. Здравствуйте, Светлана Валентиновна. Здравствуйте. Да, действительно, за этот год очень большое количество отзывов. Их до такой степени много, что моя оперативная память не держит уже просто наизусть это все. И прежде чем с вами встретиться, я подготовилась специально, доставала сама же свои же видео, в общем, людей отзывы, чтобы их освежить в памяти. Потому что буквально каждый день, когда ко мне приходят люди, каждый из них рассказывает историю, но, к сожалению, большинство людей не любят сниматься. То есть они даже фото не любят. Вот. И это, конечно, для меня просто трагично, потому что нежелательно, чтобы живые лица рассказывали о том, что с ними произошло. Но люди боятся вот таких людей, ну, как мы с вами, мало, в общем-то, которые не боятся экрана, не боятся рассказывать о себе. Вот как бы так жизнь устроена, психологически так устроен человек. Но факт тот, что эти случаи, я постаралась самые такие яркие, сейчас набросать себе. И набросала, вернее, и буду рассказывать. Это, конечно, связано с очень страшным заболеванием рак. Потом различные опухолевые заболевания. Это связано с дикими головными болями, которыми люди просто годами ходят с ними и не могут снять. Это связано с грибковыми заболеваниями, которые десятилетиями ничем не могут снять. И грибок буквально ест ногти рук, ног там и всего остального. Вот это связано с такими страшными заболеваниями, как камни. Камни в желчном пузыре, камни в почках. То есть, когда мне начали это рассказывать, сначала я сама, ну, как, я такая довольно скептичный была человек. И поэтому, когда микросферы начали это рассказывать, я сначала это воспринимала как отдельный случай. Ну, подумаешь, какие-то феномены, да? Вот так же, как и рассказывают про меня, что рак желудка, перстень видный, что этого не может быть, что она живет 11 лет. Просто не может быть. Ну, может быть феномен, да? То есть, никто, как говорится, этого не гарантирует. Но повтор, потому что я, как ученый, я прекрасно знаю, что нужно очень много случаев для того, чтобы доказать, что это так. Вот сейчас за 15 лет, пусть их там не сотни, там не десятки, пусть им там 5, 6, 7, да, которые я запомнила, которые моя память держит, что люди это рассказывают. Вот. Но это уже закономерность. То есть, этого просто уже не может быть, чтобы это было просто так. При этом я должна сказать, что за все 15 лет, если и отрицательные отзывы, то это только тех людей, которые только что начали пользоваться, страшно скептично настроенные, ну, буквально месяц-два пользуются, и они просто кричат, вы обещали, а этого не произошло. Я спокойно отвечаю. Есть люди просто феноменальные, у которых это происходит буквально через 3-4 месяца. Понимаете? Я этого объяснить не могу. Ни со мной, ни с моим мужем этого не происходило. Но с этими людьми происходит. Было очень много видеоотзывов, когда буквально за несколько дней, а не месяцев даже происходили изменения, и такие феноменальные результаты были. Заживление ран рубцов, волосы темнеть стали. Вот женщина прислала, помните, видео, когда муж в шлеме спал несколько дней и стал видеть, как волосы сидят, хотя другого стал пользоваться. И потом только поверил, хотя был до этого скептиком страшным. То есть, есть десятки, даже сотни видеоотзывов, когда получали разные результаты со здоровьем, положительные результаты, люди от нескольких буквально часов или дней до там недель буквально считанных. Да, абсолютно так. И должна сказать, что я удивлена, потому что когда я только начинала этим пользоваться, таких гигантских по скорости результатов не было. И теперь, чем время ближе, тем быстрее эти результаты происходят. Ну, это предстоит еще объяснять, понимать, почему это происходит. Так вот, я сейчас... Да, зрение, очень важные глаза, тоже хотела бы сказать, что будут случаи с глазами. Катаракта, глоукома, у людей за 80 лет операции готовят женщину. И она в очках спит буквально несколько недель и идет на операцию, а ей отменяют у нее никакого следа от катаракты. 80 с лишним лет женщине. Понимаете? То есть, ну, это просто ни с чем не сравнимый результат. Это вот буквально несколько дней назад мне позвонила женщина и об этом рассказала. Я так была рада, что не могу вам рассказать, потому что о катаракте мне не рассказывал никто. А тут вдруг такой вот, ну, просто феноменальный случай. Ну, так вот, начну об этих случаях. Буду посматривать свой конспект, поскольку я говорю, что память человека так устроена, что она не может бесконечное количество случаев как бы в своей памяти хранить. И у меня остались долгосрочные, те, с которых я начинала. Знаете, они сели в память, это тоже феномен памяти, как яркое воспоминание, на котором основан вообще был вот все, что я потом занялась, да? И они, конечно, навсегда осели в моей памяти. Случаи с моей семьей, там, и вот отдельные случаи. А вот то, что сейчас вал идет, вал буквально, вы понимаете, я уже держать не могу. Поэтому вынуждена это сейчас подсматривать. Так вот, первый случай. Очень яркий, потому что Игорь Кузин такой, и даже город Ижевский есть, и телефон есть. Этот человек не постеснялся, позвонил и сразу рассказал о самом страшном заболевании. У него рак легких с метастазами. Четвертой стадии. Он держал эту ситуацию 4 года. Он молодец, потому что я тоже рак пережила и знаю, что он для этого делал, и он делал правильно. Он ощелачивал организм, он перестал есть животную пищу, да? Вот, он начал больше есть фруктов, овощей, сырого. Ну, в общем, короче, максимум, что только можно было в этом плане сделать. Позитивно мыслить и так далее. Но он что добился этими? Я очень рада, что он это сказал, потому что это факт. Я читала книгу, когда справлялась с раком, тоже об этом, что человек, когда хотя бы начинает перестает есть животную пищу, когда у него именно раковое заболевание, он останавливает. То есть как бы те жители, которые делают грибы, там, глистеин, микробы, которые делают эту раковую опухоль, они без этой животной пищи не растут. То есть метастазы остановились, и остановилась величина опухоли. Что же произошло, когда он купил капсулу? Он купил капсулу, шапку, очки. По моей рекомендации. При этом он не звонил, ничего. Он просто купил и начал спать сам. По полтора часа лежать в этом, во всём. По полтора часа в день. Позвонил он мне через два месяца, потому что у него разбуд, он делает КТ. И как раз наступило то время, когда ему нужно было делать КТ. Он сделал КТ, и врачи были потрясены, потому что опухоль уменьшилась в два раза и кальцинировалась. Тоже я от него услышала это впервые, что опухоли кальцинируются. Потом метастазы исчезли. То есть метастазы ушли. Потом он звонил мне уже ещё несколько раз, спустя там ещё три месяца, ещё три месяца. Недавно звонил. Он говорит, КТ, естественно, я ещё буду делать вот к осени, ближе, следующее. А сейчас за это время что-нибудь с ним происходит? Он говорит, я чувствую себя великолепно. У меня появилось энергии очень много. Я сейчас делаю ремонт квартиры как здоровый человек. Я не устаю. То есть вы понимаете, что при раке лёгких это просто невозможно. Такие нагрузки. Вот, это первый случай. Второй случай связан Маргарита Акулова из Санкт-Петербурга. Тоже человек, слава богу, открытый. Она рассказала об этом. У неё обнаружили рак яичника в декабре 22-го года. С января она купила сидушку, пояс универсальный и салфетку кругленькую. Начала применять. В мае пошла на проверку УЗИ. УЗИ показала, что раковое образование 3-4 сантиметра исчезло на яичниках. В брюшине и сальниках у неё были метастазы, разбросаны по всему животу. Метастазы исчезли. Вот сейчас она купила уже одеяло, подушку, тапочку и принимает часовые процедуры. Вот, показания онкомаркера были 480. Сейчас 11. Врачи сказали, что не у каждого здорового человека такие показания есть. И дальше в 76 лет ей чувствует себя прекрасно. И очередную проверку, когда пройдёт, в общем, она обещала мне, что позвонит. А скажите, помимо использования изделий из микросфер, она изменила ли как-то свою жизнь, скорректировала ли питание, образ жизни, может быть, использовала какие-то препараты? Нет, все эти больные стараются не есть мясо. То есть стараются не есть мясо. Вот, то есть они прекращают... Нет, препаратов ничего не говорила. Сказала, что только питание тоже. Вот, как бы изменила. Теперь дальше. Галина Ивановна, Иванова, 62 года, Абакан. Она позвонила в 22 году, в ноябре. У её мужа обнаружили рак почки. Аперировали, всё подтвердилось. Она купила пояс мужу, ему 64 года. И он носил его круглые сутки, и день, и ночь. Он постоянно проверяется. Состояние у него очень хорошее. Никаких последствий рака. То есть никаких новых метастаз, абсолютно ничего. Вот как сделали, удалили, всё прекрасно. Вот, Галина купила маску для сна, и в результате она говорит, думаешь, что-то я в очках не вижу. Сняла очки и читает без очков. Вот, то есть полностью проверила стопроцентное зрение. И теперь она даёт эти очки мужу, потому что мужа катаракта. И вот теперь будем ждать, что будет с мужем, с его катарактой. Вот такой ещё яркий случай. Четвёртый случай – это Микаил Макась. Крымск, 61 год. В мае месяце 22 года обнаружили рак поджелудочной железы. Неоперируемый, сказали. Всё. Микаил купил пояс, матрас, шлем, маску для сна. Круглые сутки в поясе находился, а ночью во всём остальном. Сдаёт регулярно анализы. Был плохой анализ по гемоглобину. Сейчас гемоглобин в идеальной норме. Через два месяца рак уже не показывали анализы. Чувствует себя очень хорошо уже год. Вот такой яркий случай. Пятый случай. Позвонила женщина, у которой неоперируемый рак лёгких. Она сказала, что если вы хотите хоть чуть-чуть продлить жизнь, вам нужна операция, только в Израиле её делают. Если вы хотите, ну, буквально, там, хоть на пару лет продлить себе жизнь. Что она делала? Она обратилась к гомеопату. И с гомеопатом вместе, они постоянно отслеживали, она пила вот эту гомеопатию, не ела животную пищу. И она держала это состояние на одном уровне долго. Не буду врать, но сколько-то лет она сказала. Год там или два. И она купила тоже наше изделие из микросфер. Спустя два месяца пошла сдавать анализы. Опухоль уменьшилась в два раза. Энергия бьёт ключом. Чувствует себя великолепно. Когда она сказала гомеопату о своём, ну, вот, как бы, результате, она сказала, ради бога, ради бога, пожалуйста, ничем больше не пользуйтесь. Она говорит, что я же понимаю, что у меня это началось после пользования микросферами. Теперь она ей об этом не рассказывает, но ходит, проверяется. Вот, но в микросферме как пользовалась, так и пользуется. Ещё больше их даже купила. Это вот такие случаи, связанные с раком. Остальные случаи просто не помню. Вот перед встречей, как бы, я постаралась их восстановить. Давайте здесь я, чтобы завершить тему по онкологии, всё-таки скажу то, что должен сказать дополнительно. Смотреть, дорогие товарищи, давайте так. Тема эта очень серьёзная. Безусловно, надо вовремя и проходить, проверяться, и после определённого возраста, если есть предрасположенность, а у кого уж рак, это нужно соблюдать те меры, методы, которые разумно советуют врачи, те, которые действительно обоснуют вам, что, зачем и почему, доказательно, что это необходимо, где ваша логика подскажет, что врач здесь прав, они формально подходят к делу. Это, во-первых. Во-вторых, естественно, есть наука, понятные, фито и фунготерапия. Да, это очень серьёзно и необходимо этим столетиями, столетиями, тысячелетиями лечились люди, и это важно соблюдать и меры принимать параллельно. Поэтому, если официальная медицина плюс грибная терапия, то есть фунготерапия, и дополнительные меры, коррекция питания, изменение образа жизни, вот это отдельные темы. Я их подробно рассказывал в своих лекциях, я советую вам посмотреть, и ссылками вам оставим по онкологии моей лекции за 21-23 годы. Вот за эти три года несколько очень важных видео было. Ну, коли, не дай бог, эта беда коснулась кого-то из ваших, допустим, родственников, знакомых, то посоветуйте и посмотрите или сами это всё целиком. Ну да, это займёт день-два, но это жизненно необходимое. Главное, вы поймёте, не будете верить, а просто поймёте, что, зачем, почему, что делать. У вас будет план действий, даже в видео есть такой план действий при онкологии, что нужно делать. Значит, ну и вы будете именно знать, а не верить. Это вот ещё один момент такой важный. Что касается микросфер, я знаю такие случаи. У нас есть видео на эту тему, где тоже были сказаны о таких непонятных. Как это работает в плане, например, на кожу, подкожные слои, улучшает кровообращение за счёт отражения инфракрасного, то есть тепла, нагрева от собственного тела обратно в тело, от микросферы отражения. Это понятно. Значит, как применялись, с чего начинались процедуры, скажем, это в ожоговых центрах в СССР, да, в 70-80-х годах, когда учёные погружали людей в эти специальные матрасы с очень большим толстым слоем этих микросфер, и человек как в невесомость проваливался, то есть у него давление на кожу было трение меньше, почти к нулю сводилось, лучше было заживление. Ну и плюс за счёт того, что улучшалась циркуляция крови и лимфы в подкожных слоях. Ну и регенерация сошла лучше. Тут всё абсолютно ясно и понятно. Но стали врачи замечать совершенно случайно то, что у людей, у одних, у других, у третьих, стали проходить те или иные болезни, которые, собственно, вот были и ничто не помогало. И вот тогда от года к году стали отдельно взятые врачи, кто работал в ожоговых центрах, кто просто, ну пытливо ума это, стали заинтересовываться, по крайней мере, что к чему. Но прошли годы, перед тем, как вот накопилось большое количество материалов и чисто теоретические обоснования, как вообще это может быть, потому что наука это объяснить не может, это явление. Скорее всего, теоретически это может объяснить волновая вот эта генетика Академика Горяева, как это работает. Скорее всего, вот таким образом. Но, впрочем, подробнее, если вы захотите, в тех видео, других видео о микросферах, которых у меня уже штук 15 на канале, есть целый раздел, плейлист о микросферах. Посмотрите. Этот плейлист я ссылкой оставлю прямо под номером 1 под этим видео. Посмотреть все видео про изделия из микросфер, да? И там вы услышите не мнение, а опыт врачей, вот докторов, вот реально с дипломами врачей, докторов, которые тоже, биологов там и так далее, которые об этом говорят, рассказывают. Ну, а теперь, да, я извиняюсь, что перебил, но это было очень важно. Слава Литин, давайте тогда расскажите дальше. Всплывок в памяти, еще один случай, он может быть важен, потому что связан с раком кожи. То есть тоже человеку за 80 лет, рак кожи, ему операцию должны были сделать, ну, то есть вырезать. Его дочь уговорила купить капсулу, вернее, подарила ему эту капсулу, вот, и он с трудом заставил его лежать, он сопротивлялся изо всех сил, теперь лежит по 7 и более часов в день. Короче, он буквально начал, вот, перед операцией лежать, только, ну, прошло там, может, неделя, он готовился к операции, да, когда он уже пришел, чтобы операцию делать, она была отменена, ему только применили прижигание, вот. И сейчас вот он уже очень долго лежит в капсуле. Это вот пока всплыл еще, я поэтому допомнила. Теперь следующий случай, о котором я хочу рассказать, просто буквально оду этой женщине спеть, потому что она совершила подвиг ради нас, рассказывая все, что с ней произошло. Когда она мне рассказывала, я вам должна сказать, что я подумала, что она не в себе. То есть я так еще переспрашивала, кое-какие вопросы такие наводящие, думаю, что-то не похоже на норму. Вот, но теперь она уже до сих пор мне звонит, это совершенная норма. Что же произошло с этой женщиной? Почему этот случай я выделяю из всех за все 15 лет? Она говорит, что у нее дикие головные боли, у нее грибок ногтей рук и ног, что ужасно плохое самочувствие общее в целом всего организма, у нее с рождения плоскостопие. Ну так вот, и она рассказывает, что с ней началось. Поскольку она пожаловалась только головные боли, первое, что она рассказывала, она говорит, все мое лицо, у нее шапка, шапка, подушка, варежки, вот тапочки, потом она еще много чего купила. Так вот, она говорит, что у нее все лицо покрылось фурункулами огромными. Затем фурункулы на лице прошли и фурункулы пошли по всему телу. Потом эти все фурункулы прошли. Что произошло дальше? После того, как прошли фурункулы, у нее ни с того ни с сего начала течь моча. То есть просто течь, не останавливаясь. Она уже сидела на ведре, потому что, ну, вы понимаете, невозможно ничем это подкладывать в таком это количестве. Когда она сказала мне цифру в литрах, вот тогда я сказала, женщина, может быть, в 10 раз меньше? Какой у вас вес? У вас, говорю, что 130-150 килограмм? Она говорит, нет, 64 килограмма. Я говорю, ну, послушайте, не выдумывайте. Она говорит, Светлана, что мне выдумывать? Я на ведре сидела. Вот. Она сказала цифру, которую я сейчас скажу, вы не падаете в обморок. 10-15 литров в день. Вы понимаете? Это не смешно. Дальше. Она бегала по всем врачам. Урологи ее города уже там, она в маленьком городе живет, она ездила в центральный город. Они все ее знали. Никто ей не мог помочь. Это длилось 3 месяца, по-моему, она сказала. Через 3 месяца все прекратилось. Просто прекратила уйти от моча. Дальше она, когда мне звонила, я думаю, что ж она так разговаривает странно. Она хлюпает носом. Я говорю, что вы хлюпаете носом? Она говорит, Светлана, я держу полотенце под носом. Я говорю, почему? У меня течет из носа, не прекращаясь. Она говорит, что я пошла к врачам, сидя в кабинете. Ей сделали УЗИ, ей сделали, в общем, по-моему, МРТ. Вот. Они говорят, ничего нет. Она сидит, у нее течет. А дальше она чихнула там. Они попросили ее, ну, как бы высморкаться. Дали ей вот эту чашечку такую, как у зубных врачей, да, такую вот железную, металлическую. Она чихнула туда. И, короче, у нее полный лоток гноя. И врачи говорят, послушайте, этому гною сто лет. Говорит, откуда он у вас? Как он? Как это может быть? И они делали операцию, что у нее вот здесь в области лба, гаймаровой пазыки, они два часа делали операцию. Они у нее выскребали, вынимали гной, который не показывал МРТ и УЗИ. Потом у нее это прекратилось. А дальше она говорит, Света, у меня исчез грибок ногтей, он лопнул, и потом стали расти нормальные ногти. 19 лет, она говорит, я пыталась что-то сделать с этим. Ничего мне не могли сделать. А следующая, она говорит, я говорю, ну вы фантазерка. Она говорит, Света, какой смысл? Она говорит, я пошла, ну, очередной там проверка своего плоскостопия. А врачи говорят, плоскостопия у вас нет. То есть, вот эта глобальная чистка, которая у нее произошла, через все слизистые, через все выделительные системы, что-то сделала такое с организмом, что врожденное плоскостопие у нее прошло. У нее стопа стала на место. Скажите, а что она делала, что использовала из микросферы, помимо микросферы, она что-то меняла в своей жизни? Ничего. Вот эта женщина, ничего. Живет обычной жизнью, просто микросферы. Шапка, шапка, подушка, тапочки, варежки, естественно. Вот, потом она купила универсальную повязку, потом она купила матрас, а вначале весь этот эффект, тапочки, варежки, универсальная повязка, шапка и подушка. Вот такой эффект. Теперь она уже больше покупает, чтобы и так далее. Звонит в очень хорошем настроении. Это вот я такой вот виноват. Теперь дальше. Женщина из Питера, она звонила и рассказывала о том, что мужу поставили, они в возрасте, им тоже за 70 далеко, на пенсии, что мужу поставили опухоль простатой. По-моему, рак даже тоже был. Вот. И она говорит, что он тоже начал пользоваться микросферами, по-моему, шорты. Вот. Причем он не хотел, она просто убедила его с трудом, с огромным. И когда он пошел на очередную проверку, через полгода, уже рака не было. То есть опухоль уменьшилась. И вот сейчас он продолжает пользоваться этим. Вот. И, то есть, опухоль, да, она сказала, опухоль исчезла. Она вот что сказала. Теперь дальше. Следующая женщина пришла с псориазом. То есть вы бы видели ее руки. Это что-то страшное. То есть раны сплошные. Все это лопается. Ну, это что-то ужасное. Там и ладони, сверху, все пальцы. Ну, просто ужас. Вот. Вот она совсем недавно, дня три назад у меня была повторно, приходила. И приятно смотреть на ее руки. Она пользовалась варежками в первую очередь, подушку в первую очередь, да, тапочки. Вот. Теперь дальше. Женщина Елена из Омска. Да, она показала, она приезжала ко мне в гостях, сейчас жила у меня неделю. Она доктор наук, филолог. Вот. Буквально микросферы спасли ее отца, ее маму. У мамы инсульт был, у папы инфаркт был. Они были уже никакие, совершенно ничего не соображали. Сейчас в идеальном состоянии. И вот что у нее? У нее рука правая поднималась только вот так. То есть только чуть-чуть. Правая рука. И сейчас она приехала, ей, ну, за 50 лет далеко, и она показывает, как она свободно поднимает руку, да. Вот. Я говорю, господи, ну это просто не может быть. Вы понимаете, что это с детства у человека не поднимающаяся рука. Она что делала? Она брала подушку, такой метод тоже я показывала, и 108 раз вот так вот по кругу, по часовой стрелке водила, вот так водила подушкой. Потом подушка становилась твердой, как камень. Она сбрасывала, делала ее мягкой, опять ее брала, и опять 108 раз, это такая, ну, даосская цифра, такая какая-то она магическая, она имеет какое-то значение. Опять водила вот, значит, этой подушкой по часовой стрелке и опять сбрасывала. И вот рука ее стала двигаться, все прошло. Это еще один уникальный случай. Теперь мужчина, 69 лет, ну, это много случаев, это просто десятки случаев, но я, поскольку вот свеженький, да, он только что рассказал, была шпора на пятке много лет, месяц носил стельки, и шпора исчезла. Но шпора исчезала, и люди на подушке держат, и в тапочках держат, но шпоры 100%. Теперь дальше, женщина, 65 лет, была замена коленного сустава, замена, вот как тазобедренный, так же коленный сустав меняют. В мае сделала операцию, в мае, сейчас вот июль, конец июля, она уже поехала в отпуск на море, совершенно идеально ходит. То есть вот наколенники, универсальные повязки. Дальше, женщина, 50 лет, в Минске, это вот буквально вчера мне рассказали этот случай, он свеженький, совершенно уникальный, но рассказывала она о женщине, коллеге с работы мужа, и поэтому она специально позвонила, и специально вот прямо свежак, чтобы был отзыв, потому что та женщина не хочет, боится сглазить, да, но этой женщине 50 лет, той женщине, с которой это случилось, что же с ней случилось? Она получила инсульт, как муж сказал, кроме глаз у нее ничего не движется, но на самом деле, это мужа слишком сильное был, шоковое такое состояние, на самом деле у нее полностью была поражена правая половина, и частично поражена левая половина. Она не говорила, она, естественно, не двигалась, ходила под себя, ну и так далее, вот. То есть вот в таком состоянии 50-летняя женщина. Что же дальше? Они тут же купили у вас, они сказали у Фролова, купили матрас, подушку, шапку, тапочки, все купили. Полностью, значит, женщина спустя 4 месяца уже работает, у нее работа за компьютером, полностью разговаривает, ходит, действует, то есть полностью вернулась. Врачи сказали, когда с ней это случилось, они сказали, через полтора года мы начнем реабилитацию, мы попытаемся, чтобы у нее начало двигаться, что-то там и так далее. Пока полтора года пусть лежит. Когда они ей позвонили, очередной, ну, обход к ней, прийти, анализы взять, они говорят, не надо, мы сами придем. Они говорят, как сами придете? Ну, не важно, мы придем сами. Они пришли сами. Вот. Врачи говорят, а где вы проходили реабилитацию? Они говорят, нигде, просто микросферы такие. Но врачи, естественно, понятия не имеют и не слышали об этом. Вот. То есть, короче, они сами пришли, сами ушли, и она уже работает, как полноценная женщина. Единственное, что у нее осталось после этого кошмара, но это у нее речь немножечко небыстрая. Она такая, как бы медленная, размеренная такая речь. Вот единственное, чем только она отличается от себя прежней. Теперь дальше. Женщина, которая летала всю жизнь на самолете, с дикими болями в голове, отекали ноги, сердце заходилось, буквально каждый полет, это для нее был ад, просто ад. Теперь она летает просто с сидушкой. Вот. Ну и пользуется, естественно, домом и так далее. Когда истельки одевает с напульсником, она говорит, что она вообще не чувствует полета, что будто бы его нет, просто она обычно находится на земле. Дальше. Женщина рассказала о муже, что после питья воды, стоящей на микросферах, перестал выпивать. выпивать. То есть пил каждый день и каждый день уходил в компанию с мужчинами, где они там играли, в карты и неизвестно еще чем занимались. Она говорит, что он перестал ходить туда и перестал выпивать. Вот. Дальше. Следующий случай. Другая женщина рассказала, что водка, полежавшая 10 дней в микросферах, выпитая сыном, сын сказал, больше пить не хочу. Хроник был, запомнил хроник. Ему за 50 лет. И у женщины был песок в желчном. Вот про желчный у меня уже три случая. Песок в желчном, а у мужа камень в песке. Три месяца пользования поясом круглые сутки. И днем, и ночью. У нее исчезли песок, у него камни. То есть, короче, все прошло. Но это уже не первый случай. Это вот свеженький. Только мне рассказали, я о нем вспомнила. Вот. То есть, короче, камни это вообще для микросфер не проблема. При этом они растворяются. То есть, они, короче, превращаются в песочек, растворяются и уходят. Ну, тогда в завершение я что хочу сказать. Действительно, случай поразительный. В некоторые трудно поверить. И вообще представить, как такое может быть. И от этого ли только. Ну, в общем, конечно, мы все не знаем глубоко, не можем проанализировать, потому что люди пишут или говорят. И вам рассказывают, ну вот за что вы взяли, за то и продали. Это понятно. Но я хочу здесь что сказать. Безусловно, точно. Есть люди, которым микросферы не помогают, по крайней мере, они об этом пишут, говорят, нет. Ну, значит, мы верим людям. Ну, да, кому-то нет. Но даже если, а это как минимум, по вот моим таким статистике, прикидкам, скажем, неточным, примерно 50-60% людей, которые используют изделия из микросфер, им помогает. Ну, примерно 40-50% им не помогает. Но даже если таким простым способом, который от человека не требует усилий воли, мощных каких-то, ну вот, усилий волевых, то и такие порой изменения, ну, то есть, улучшения, то стоит этим точно пользоваться и не жаль этих, ну, по крайней мере, мне бы было потраченных средств. Кто-то скажет, это, если так, то это, значит, не точно, это риск. Да, это не точно. Это, конечно, какой-то риск, но вся наша жизнь, риск, и то, как люди живут вообще-то, большинство людей, что едят, употребляют, как вообще живут, это риск ещё больший. Значит, я хочу лишь сказать, что, конечно, как панацею мы это не рекомендуем. И вы не видите в микросферах панацею всех своих проблем, но как дополнительное средство, наряду с вот комплексным вообще подходом к лечению чего-то, серьёзному подходу, когда мы должны учитывать все медицинские назначения, дополнительные рекомендации, коррекцию питания, сделать так, чтобы не было дефицита питательных веществ, потому что сейчас это тотальная глобальная проблема, и так далее, и так далее. Вот наряду со всеми правильными мерами, объективно правильными, дополнительно применяя изделия из микросферы, у человека очень большой шанс есть получить улучшение, скажем, и ускорение, избавление от разных проблем, потому что действительно есть случаи, когда только применение изделий из микросфер вылечивали людей, а коли так, то, значит, уж по крайней мере, как доп. мера вместе с другими важными, правильными мерами, применяемыми человеком, ну, шансов, разумеется, больше будет. Вот таким образом. Слава Валентину, я благодарю вас за интересные, вот новые, яркие, поразительные такие примеры, ну, а люди пусть решают сами. Значит, напоминаю, что все то, о чем мы говорили, то все те изделия, которые перечислялся в Тану Валентину, они все будут даны по ссылкам, ну, вернее, ссылка будет одна, изделия из микросфер, а там, внимание, дорогие товарищи, три странички, не одна, а то многие смотрят, говорят, там всего 10 изделий, а не больше, там внизу вторая страничка, третья, там более 30 позиций, пожалуйста, заходите на сайт, ссылка будет дана, прямо под этим видео, и в любой город России, любую страну мира мы отсылаем эти изделия, где бы вы не находили, просто заказывайте, ну, с вами менеджер свяжется, и дальше уже вопрос техники, все, благодарю еще раз, ну, и до новых встреч, ну, а теперь, для тех, кто не в теме, или, как говорится, повторение матьючения, что это такое за микросферы, как они работают, и всем ли помогают, кратко послушайте, внутри каждого изделия находятся миллионы микроскопических, шариков полых внутри, они состоят из натриево-боросиликатного стекла, с аморфным диоксидом кремния, внимание, аналогов этим изделиям, нет, можете не искать, все, что возможно найти, там покрыто, либо силиконовым покрытием, чтобы они не магнитились, друг к другу, либо из быстро разрушающихся, иных материалов, эти же изделия, практически, вечный срок их службы, не ограничен, если только вы не разорвете эти изделия, не высыпите данные микросферы. А принцип работы очень прост, по крайней мере, то, что известно с точки зрения физики. Всем известно, что любой живой биологический организм, все теплокровные, животные, в том числе человек, являются мощным источником теплового излучения тела. В процессе жизнедеятельности организм человека тоже излучает инфракрасные волны, ну или просто говоря, тепло. О чем свидетельствует температура тела? Все это мы с вами прекрасно понимаем. Так вот, микросферы отражают эти волны, это тепло человека, в него же отражают. Таким образом, полезное инфракрасное излучение возвращается обратно в организм в неизменном виде. Таким образом, по сути, происходит физиотерапия теплом, только источником служит не какой-то электрический прибор с его электромагнитным излучением, который генерирует в том числе тепло, а свое собственное тело, которое с помощью наших изделий получает тепловую волну назад в неизменном виде. И это абсолютно безопасно и естественно. Ну так как это наше собственное тепло, так вот за счет такого эффекта происходит повышение температуры подкожных слоев тела, где лежат эти изделия на вашем теле. Будь то подушка, любая повязка, тапочки или нашлемник, или целая капсула, куда помещается человек целиком, поднимается на 1-2 градуса. Это местное подкожное повышение температуры и тканей, находящихся под кожей, вызывает местные термоизоляционные реакции, в результате чего увеличивается и улучшается циркуляция в тканях и сосудах крови, лимфы. Происходит увеличение локального подкожного кровотока, венозного оттока, повышается проницаемость сосудов, что способствует удалению продуктов распада клеток, и, соответственно, клетки пораженных органов и тканей начинают восстанавливаться. Таким образом происходит регенерация тканей, восстанавливаются пораженные органы и ткани в целом. Есть здесь и другой эффект, который научно доказать пока не получается. По сути, это то, о чем говорил академик Горяев, ныне, к сожалению, покойный. Это волновой эффект, это не только отражение теплового излучения нашего тела, это и отражение той изначальной программы матрицы, если хотите, голограммы, того образа, который есть в нас, заложенный от природы, от прародителей, образа здоровья. Ведь изначально в нас программа, она никуда не девается, естественно, направлена на здоровье, иначе вида человеческого просто бы не было, если бы изначальная программа была на болезнь, установка. Так вот, каким-то образом запускается и эта программа. Да, у 50-60% людей, кто начинает пользоваться этими изделиями с микросферами, так вот, есть такие уникальные порой результаты, иногда за считанные какие-то минуты фантастическими кажущиеся. Но это правда, это так есть. Но у процентов 40-50 людей нет таких результатов. Или, по крайней мере, они невидимы, неощутимы и неощутимы сразу. Часть людей из этих 40-50%, если продолжают только пользоваться изделиями с микросферами, результаты становятся видны где-то там месяцев через 7-8, и об этом люди писали, у кого-то даже через год. Но уже то, и даже если бы, у 5%, даже у 1% людей вот такие, без прикладывания-то усилий, великолепные есть результаты, это уже стоит того, чтобы применять. А здесь результативность немыслимая, колоссальная. То есть, более чем каждый второй человек видит эти результаты. Я уверен, что если бы люди не ленились и каждый день использовали эти изделия, то процент был несоизмеримо выше. Но люди в основном ленивые, понятно, недоверчивые. Потому что, конечно, за последние 30 лет обманывали людей многократно. Вот потому я и снимаю по данной теме такие показательные видео. То есть, те же люди, такие же, как и вы, покупатели, мои зрители, смотрели, приобретали, и вот сами писали, а иногда видео снимали о своих результатах, чтобы поделиться этой радостью своей с другими. И еще, многим людям неприятно слышать, что действительно стоящие, уникальные вещи, изделия, в данном случае, которые могут и помогают людям. Вот некоторые люди считают, что это все обман. И вот поэтому люди нам бескорыстно помогают, снимают и такие сюжеты, и пишут вот эти комментарии по зову сердца. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты. Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал. На нашем сайте надгард.ру и те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт надгард.ру, посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке с молотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.